Родители школьников могут получить бесплатные продуктовые наборы. Выдача уже началась. Что входит в набор и как можно его получить, выяснила наша съемочная группа. Проверьте, пожалуйста, состав и с точностью пополнить, что все в порядке. Вот такие наборы в ближайшее время получат родители всех учеников с 1 по 4 класс. Здесь молоко, сок, печенье, какао, сухой завтрак. Рядом пакета побольше. Для детей из малообеспеченных или многодетных семей собрали наборы из круп, консервов, чая и сладостей. Набор питательный. Молоко, сок. Дети, скорее всего, все это будут учить. Очереди нет. С 11 до 12 только первая обслуживается. В классе 33 человека. Я думаю, что в течение часа это можно все осуществить. На сайте каждой школы опубликовали расписание, во сколько проводятся выдачи наборов, для кого и для какого класса. В крайнем случае, если время не подходит, можно в индивидуальном порядке его изменить. Состав продуктового набора утвержден управлением образования администрации города Твери. Это достаточно сбалансированный набор продуктов, не скоропортящийся, а долгосрочный, полезный набор продуктов, который сегодня поддержит любую семью. В семье Татьяны Бортасевич трое детей. Двое из них – школьники. Сейчас нагрузка на родителей возросла и в плане организации учебы и досуга ребят, и в плане домашних дел. И, конечно, продуктов тоже нужно больше. Поэтому наборы помогут сохранить и семейный бюджет. Это очень нужно, потому что сейчас дети сидят на карантине дома. Естественно, они кушают чаще, готовить надо больше. И это нам очень пригодится. Какао они тоже очень любят. Сами ребята признаются – скучают и по друзьям, и особенно по занятиям в любимых секциях. Полина показывает свой костюм. В нем она занимается в фольклорной студии. Сейчас ноты и упражнения присылают дистанционно. Это не то же самое, но и она, и брат мужественно переносят ограничения самоизоляции. И понимают – сейчас так надо. Теперь сидим дома, не выходим на улицу, не гуляем. Это из-за коронавируса, чтобы не заразиться им. Он быстро передается. Дистанционное обучение – это мера, к которой образовательные учреждения не готовили заранее. Никто не предупреждал за год, что произойдет такая ситуация. Поэтому в самые короткие сроки пришлось перестраивать систему образования, и пока остаются сложности. Но это лучше, чем подвергать детей риску заразиться опасной болезнью. Спасибо. 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 Спасибо.